Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я очень рад тому, что могу с вами сейчас общаться, могу каким-то образом поделиться с вами некоторыми своими суждениями на тему современной политики и рассчитываю на ваше благосклонное внимание. Говорить я буду о четвертом сроке президентства Владимира Путина. Это, конечно, в соответствии с нашим законодательством, это только третий срок. Но реально можно сказать о том, что это срок четвертый, потому что на предыдущем сроке, хотя президентом официально был Дмитрий Анатольевич Медведев, но фактически ключевую роль в принятии решений по-прежнему играл Путин. Отличие только стояло в том, что там был режим диархии, соправления, когда стороной управляли два человека, но при этом человек номер два был существенно влиятельнее человека номер один. И если брать какие-то ключевые решения, то последнее слово оставалось всегда за Путиным. Если было бы иначе, наверное, как-то у нас иначе было бы политическое развитие, может быть, реформы, которые в спешном порядке стали инициироваться в декабре, после того, как москвичи пошли на улицы, были брализованы раньше, но это уже из разряда альтернативной истории. И вот то, каким образом, и то, какова была судьба политических реформ, которые в той или иной степени обсуждались еще задолго до декабря, и, например, может быть, такая частная, но и политически, и психологически очень важная история, как судьба Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, показывает, за тем в этой системе отношений было последнее слово. Значит, что сейчас может измениться? Во-первых, вот эта система соправления, система диархии, она превращается в иерархию. В иерархию, где восстановлена вертикаль, где человек номер один является человеком номер один не только формально, но и реально. Премьер-министр, конечно, будет отличаться по своим возможностям от технических премьеров периода второго срока Владимира Путина. Путин – это не будет Фродков, это не будет Зубков, это будет премьер со своими политическими интересами и политическими амбициями, но эти политические интересы и политические амбиции будут весьма существенно ограничены. И опять-таки, последнее слово не только в политике, но и в экономике будет за президентом. Это раз. У Медведева, в отличие от Фродкова и Зубкова, наверное, будет своя квота в правительстве, но ключевые посты в правительстве, насколько можно судить, остаются за президентом. Второе. Я думаю, что не менее важно, что вряд ли можно говорить о каком-то стратегическом курсе реформаторском или реакционном. Вот этого самого четвертого срока. Потому что сейчас много говорят о том, что сейчас наступит реакция, что закрутят гайки, что будут репрессии в отношении оппозиции. Такое ощущение, что вряд ли это будет целенаправленная реакционная политика. Скорее, это будет политика реактивная. Все реакции на конкретные проблемы, конкретные вызовы, конкретные раздражители. При этом решения будут приниматься, исходя из прагматических соображений. То есть, в том случае, если в Кремле решат, что необходимо отреагировать более резко, значит, будут применяться какие-то реакционные решения. Если, значит, то, что необходимо, опять-таки, в силу отнюдь не идеологических, а прагматических соображений, как-то смягчить ситуацию, будут приниматься решения иного характера. Но вот уже даже за эти несколько дней видно, что происходит. С одной стороны, 6-го числа разгон демонстрации в Москве, 7-го, 8-го числа отлавливают всех, кто ходит по центру Москвы с белыми символами какими-то, белыми ленточками или иными знаками, которые дают понять, что они принадлежат к оппозиции. Вот, значит, 9-го числа какой-то такой перелом, 10-го, 11-го уже спокойно на чистых прудах собираются оппозиционеры, общаются, остаются на ночь и так далее. То есть, вот такие решения. С одной стороны, Навального и Удальцова арестовывают, с другой стороны, их арестовывают на 15 суток. А Навальный вот на сегодняшний момент проходит в рамках расследования событий 6-го мая как свидетель. Это отнюдь не означает, что, например, он не может быть вдруг переименован в обвиняемого. Но это означает, что власть опять-таки идет один шаг влево, один шаг вправо, один шаг вперед, один шаг назад. Соответственно, ни либералы, ни реакционеры не будут полностью удовлетворены. Либералы будут обращать внимание на реакционные мероприятия и говорить, насколько власть является авторитарной, диктаторской и так далее. В свою очередь, реакционеры будут обращать внимание на слабость власти, на то, что она не способна обеспечить реальную стабильность и справиться с оппозицией. Поэтому количество претензий к власти со стороны и либералов, и реакционеров будет увеличиваться. Это во-вторых. А в-третьих, я думаю, что оппозиция будет сохраняться в качестве серьезной политической силы. И она будет делать ставку на постепенное раскачивание власти. При этом у нее появляются разные возможности для своей активности, начиная от уличных акций, в чем в самых разных форматах, до партийного строительства. Например, партия народной свободы будет сформирована уже как официальная партия, а не как не зарегистрирована на основе республиканской партии, которая сейчас восстановила регистрацию во исполнении решения РПСКО суда по правам человека. При этом какой-то диалог между властью и оппозицией выглядит маловероятно. О нем много говорили в декабре, когда у власти был выбор или идти на диалог, или отказаться от него. Был сделан выбор в пользу консервативной мобилизации, в пользу минимизации тех реформ, которые были обещаны. Появился муниципальный фильтр на губернаторских выборах, ограничиваются возможности для самовдвиженцев. Вопрос о самовдвиженцах отдан в регионы, где он во многих случаях вполне может быть решен отрицательно, так как это не в интересах Единой России, которая доминирует в законодательных собраниях регионов. Плюс на этом не остановились, а еще и осуществляется массированная замена глав регионов, чтобы во многих регионах отложить выборы до 2017. И, конечно, большое разочарование для оппозиции – это общественное телевидение. Потому что в декабре ожидалось, что, может быть, это будет один из центральных каналов, может быть, Парфенов возглавит или еще кто-нибудь. Сейчас понятно, что это будет канал периферийный, зависимый финансово от государства и зависимый на государство организационно. Власть сейчас не готова к диалогу с оппозицией, а оппозиция, увидев эти результаты того, что произошло и во что превращаются даже эти уступки, на которые пошла власть, она не готова к диалогу с властью. То есть, когда обе стороны не слышат друг друга, то диалог невозможен. Причем здесь речь идет не только о конкретных политических вопросах, а о конкретной тактике, связанной с теми или иными уступками, ожиданиями и так далее. Это связано во многом с ментальной противоположностью оппозиции и власти. Оппозиции ведь очень разные. Есть левые, есть правые, есть либералы, есть коммунисты. Но, пользуясь терминологией нашего известного ученого и юриста-мыслителя Александра Валентиновича Оболонского, они все персона-центристы. То есть, у них, ну или антропоцентристы, как можно сказать. То есть, для них приоритет является человек. И они настроены, и в среде оппозиции существует антиавторитарный консенсус. Что их объединяет? Просто, если брать экономику, идеологию, то их практически ничего не объединяет. Вот этот вот персона-центризм, уважение, приоритет интересов человека и антиавторитарный консенсус, это их объединяет. В свою очередь, власть, если опять-таки пользоваться терминологией Оболонского, она системоцентрична, то есть, для нее приоритетом являются общие интересы, государственные интересы. А интерес человека или игнорируется, или подчинен интересам государства. То есть, если, например, в государственных интересах, в общественных интересах политическая стабильность, то надо идти навстречу гражданам, надо увеличивать им пенсии, зарплаты и так далее. Но именно для того, чтобы была стабильность в государстве, что продолжал действовать некий контракт, политическая стабильность в обмен на определенные социальные блага. И вот разница вот этих подходов, она такова, что их очень трудно совместить. Наверное, практически невозможно. И если их можно совместить только в той ситуации, когда одна из сторон чувствует, что она уже загнана в угол. Или власть, или оппозиция. Здесь ни власть, ни оппозиция такого не чувствуют. Что все, как бы, финиш. Вот, поэтому эти очень серьезные, ментальные разногласия, расхождения, они никуда не уйдут, они будут сохраняться. Значит, я думаю, и в четвертых, сам последний. Но, наверное, может быть, отнюдь не последний по своей значимости. Я думаю, что главная проблема для власти на четвертом сроке путинского президентства это не оппозиция. И даже, может быть, не столько оппозиция. Оппозиция для нее проблема, вызов, это конфликт с так называемым креативным классом. Хотя этот термин не очень люблю, но он как-то стал почти общепринятым. Обрежился. Но это конфликт с теми людьми, которые готовы были бы в определенных обстоятельствах принять непопулярные решения власти. Вот в начале 90-х годов тоже власть держалась, и на датах казалось, на волоске. Там где-нибудь в сентябре-октябре 93-го года, когда был конфликт между президентом и Верховным Советом, и так далее. Но тогда на стороне исполнительной власти, проводившей непопулярные реформы, была наиболее активная часть общества, для которой это был шанс. Шанс продвинуться, сделать карьеру, заработать деньги, самореализоваться и так далее. Сейчас эта часть общества преимущественно находится в оппозиции и уже не вернется к власти. Значит, кто остался в власти? Кто участвовал в той самой консервативной мобилизации, о которой я уже говорил? Это преимущественно патерналистские слои населения. Это люди, которые ждут от власти сохранения того неописанного контракта, который существует. То есть, я уже говорил, стабильность и политическая лояльность в обмен на экономические блага. И при этом они заинтересованы в том, чтобы количество этих благ не только не уменьшалось, но и увеличилось. А сейчас практически все эксперты самых разных взглядов политических сходятся в том, что правительству придется принимать очень сложные, очень непопулярные решения. Перед выборами они все были отложены. Но уже, несмотря на то, что эти решения были отложены, уже на парламентских выборах значительная часть вот этого самого патерналистского электората отказала в доверии власти, отказала в поддержке власти. На президентских выборах они консолидировались, они испугались. Или мы голосуем за Путина, или смута, хаос, возврат в 90-е и так далее. Они испугались. Но сейчас, если избранными же власть будет ограничивать их преференции, к которым они уже привыкли, если она будет проводить экономическую политику, противоположную их ожиданиям, вот тогда может возникнуть очень серьезный сонанс. И тогда к протесту этого среднего класса, или креативного класса, который носит политический характер, ярко выраженный политический характер, добавится протест экономический. И сейчас оппозиция на самом деле это прекрасно понимает. И вот на некоторых примерах, например, Астрахань, она учится, она стремится как-то встроиться в протест, который выходит за политические рынки. То есть выстраивать отношения с левыми силами, с силами, которые выступают с позицией защиты социальных завоеваний, что, в общем, очень непривычно для традиционных либералов. Вот в самой оппозиции есть те политики, которые, ну, в течение практически всей своей политической деятельности использовали левую риторику, в которой поддерживаются левые идеологии, в чем он вполне искренен, вот Удальцов, к примеру. Поэтому для власти самая большая проблема – это если политический протест ее теперешних противников соединиться с экономическим протестом ее теперешних, союзников ее теперешних избирателей. И здесь очень серьезный вопрос, насколько она сможет справиться с этой проблемой, которая будет носить очень угрожающий для власти характер. Это будет главная проблема следующего президентского срока, наверное. Здесь у власти, конечно, есть два варианта, два сценария, но драматизм стоит в том, что они мало зависят от нее сами. То есть как бы она эффективно ни действовала, какие бы не были бы там талантливые люди, просто эти сценарии зависят от одного печального фактора – от мировой экономической конъюнктуры. Вот цены на нефть будут там выше 130, 140, 150, а запас прочности есть. Можно будет продолжать проводить члене какого-то времени апатерналистскую политику. Если нефтяные цены упадут, причем упадут отнюдь не до уровня там 40, 30, а упадут до 70-80, это будет совсем другой вариант и вариант для власти чрезвычайно угрожающий. Вот опять-таки говорю, драматизм в том, что эти варианты, они очень в слабой степени зависят от самой власти, они зависят от тех факторов, которые она не может контролировать при всех тех огромных возможностях, которые у нее имеются. Продолжение следует...